Суи. Почему все побежали выполнять тестнет, если он еще не запущен? Стоит ли ждать аналогичного аирдропа, как было на Аптус? И если да, то что для этого нужно сделать уже сейчас? Если вы смотрели мое видео про блокчейн Аптус, то поначалу у вас будет впечатление, что здесь все так же, как на Аптус, только название другое — Суи. В чем-то вы будете правы, но есть важные моменты и важные отличительные черты, на которые стоит обратить внимание. Я постараюсь в этом видео простым языком объяснить все самое важное, учитывая ваши любимые и самые важные вопросы касательно тестнета и аирдропа. Суи, как и Аптус, начали быть похожими с момента, когда обе команды работали над блокчейном от Facebook Libra, которому не судилось, к сожалению, увидеть Свет. Зато Свет увидел язык программирования Moo, который роднит эти два блокчейна, как и команду, которая когда-то работала вместе. Но и задачи они оба ставят почти что одинаковые. Кроме того, у Аптус есть Аптус Labs. В свою очередь у Суи компания-создатель Miston Labs. Сразу откроем их сайт, чтобы посмотреть команду. Вы можете посерчить сам сайт, но сейчас самый важный аспект, который мы ищем, — это именно команда. Возьмем основателей и рассмотрим их профили в LinkedIn. Как видим, у мистера Эван Ченг, сооснователя и гендиректора, есть записи про его опыт работы, где указаны позиции в Facebook, теперь Мета и 10 лет разработки в Apple. Похожая картина у всех основателей и большинства сотрудников компании. Кроме команды, нам также интересно посмотреть, сколько инвестировали в новый блокчейн и сильно ли больше инвесторов, чем у соратника Аптус. Для этого перейдем на CryptoRank.io. В первом раунде принял участие такой известный фонд, как Anderson Horowitz и также другие не менее известные. В сумме получилось собрать 36 миллионов долларов. Но, как видим, во втором раунде подключились ребята посерьезнее. Здесь уже есть FTX Ventures, снова тот же Horowitz Anderson, Binance Labs, Circle, Coinbase и другие. И они уже собрали на данном этапе 300 миллионов долларов. Напомню, что Аптус в свое время собрали 350 миллионов долларов. И это, на секундочку, не все стратегические раунды были опубликованы. К примеру, тот же Binance Labs неизвестно, сколько туда занес. Но для контраста, которого почти что нет, информации лишней не будет. Надеюсь, все понимают, что блокчейны существуют. Их токены кому-то нужны только в том случае, когда существует экосистема. Комьюнити, которая использует приложения от экосистемы в своих целях. В обзоре Аптус я акцентировала на этом внимание, поскольку новый блокчейн на новом языке программирования требует внимания. Не только от комьюнити, но также и от разработчиков. И это взаимосвязанные вещи. Ведь разработчики, которые не видят перспектив в блокчейне, не будут создавать продукты, которые не нужны рынку. А рынок – это, конечно же, люди. В свою очередь, люди ждут первый шаг от компании, чтобы понять, стоит ли заходить сюда, инвестировать в продукты, если на рынке уже есть самодостаточные блокчейны по типу Солана. И тут мы плавно подошли к технической стороне вопроса. Суи, как и Аптус – оба блокчейны первого уровня. Следовательно, на них можно делать настройки и запускать DEX-приложения. Не хочу мучить вас сложными терминами. Это знать не нужно. Ну а если сильно хочется, в описании будет ссылка на документацию. Упомяну лишь самые важные аспекты, которые коснутся непосредственно нас, как пользователей. Первое, и, наверное, самое важное – это параллельные транзакции. Это решает проблему низкой пропускной способности того же эфира. Пока сеть эфира пропускает по одной транзакции, и то, учитывая количество газа, ставит приоритеты, то в случае с Уи транзакции исполняются параллельно. Это должно сильно повлиять на скорость и стоимость транзакций. Заявлено выше 100 транзакций в секунду – это то, что мы уже, в принципе, слышали от блокчейна Аптуса. Но нужно ждать релиза и реальной нагрузки, чтобы удостовериться в этом. В данном ролике не буду мучить сравнениями с Sol. Этот блокчейн и так настрадался в моем видео про Аптус. Но, справедливости ради, Solana – единственный блокчейн с такой пропускной способностью, который показал себя на практике. Да, первый блин комом, но работает. Само собой, в этом случае стоит ждать всех прелестей любой полноценной экосистемы блокчейна по типу эфира. Если есть смарт-контракты, значит, есть сектор DeFi, NFT и все, что уже существует и что только будет существовать. Вам наверняка не терпится услышать про airdrop, условия и так далее. Но давайте сперва заглянем в токеномику, и затем я раскрою страшную реальность. Токеномика, а точнее экономика SUI состоит из таких компонентов. Токен SUI является главным активом блокчейна. Плата за газ взымается за все сетевые операции и используется для вознаграждения участников механизма Proof of Stake, а также предотвращения спама и атак типа отказ в обслуживании. Фонд хранения SUI используется для переноса вознаграждений за стейкинг во время и компенсации будущим валидаторам затратность на хранение ранее сохраненных данных в сети. Механизм Proof of Stake используется для отбора, поощрения и вознаграждения валидаторов и делегаторов SUI. Ну и последний пункт – это, конечно, governance. Количество токенов SUI будет ограничено и будет составлять 10 миллиардов токенов. Часть общего предложения SUI будет ликвидна при запуске основной сети. Оставшиеся токены будут переданы в ближайшие годы или распределены в качестве будущих субсидий на вознаграждение за стейкинг. Каждый токен SUI делится до большого количества знаков после запятой. Ее можно стейкать, чтобы участвовать в механизме Proof of Stake. Это номинал актива, необходимый для оплаты сборов за газ, для выполнения транзакций и также других операций. Такой себе универсальный ликвидный актив, лежащий в основе всей экономики SUI. Он играет важную роль в управлении, выступая в качестве права на участие в голосовании сети. У SUI хотят реализовать умную стоимость за газ. Это я сильно упростила. Механизм установления цен предназначен для поощрения хорошего поведения валидатора. Согласование стимулов между держателями токенов SUI, операторами сети, то есть валидаторами и ее пользователями. Это позволит отображать реальную цену без резких изменений, что должно сделать пользование комфортным и более предсказуемым. Что ж, многообещающе звучит, но будем смотреть на практике. И сейчас самый волнующий вопрос, что нужно делать для того, чтобы получить аирдроп. И ответ прост. Ни-че-го. Во-первых, проект сейчас не на этапе тестнета. А во-вторых, в дискорде отминами проекта не раз упоминалось о том, что никакого аирдропа для комьюнити не планируется. Тем более действия в той фазе DevNet. Сокращенно Dev это Developer, то есть это сеть для девелоперов. Там нет поощрений и фиксации действий, разве что вы разработчик проекта. То есть, если уже и стоит что-то делать, то в тестнете. А для этого нужно внимательно следить за соцсетями проекта. Я понимаю, что ваше FOMO не даст вам уснуть, поскольку есть же свободная минутка поклацать, поминтить тестовыми токенами и получить себе денежку. Тем более, ребятам на Аптус уже выдали. Но повторюсь, все это сильно рандомно. Гарантий ноль. Но если сильно хочется что-то протестировать и в чем-то принять участие, то вот вам ссылка на QG Suite. Здесь нам нужно зарегистрироваться и выполнять задания. И, возможно, в тестнете что-то кому-то и перепадет. Активности здесь достаточно простые. Это, конечно же, Daily Connect, то есть ежедневно заходить на платформу и забирать свои баллы. Также можно приглашать друзей, ставить лайки, делать ретвиты в Твиттере и выполнять разные несложные активности для того, чтобы набирать баллы и в будущем, возможно, получить какие-то прелести от проекта. Не забывайте еще, как всегда, подписываться в Твиттер, поскольку там чаще всего можно увидеть розыгрыши и важные моменты развития. К примеру, сейчас открыта актуальная система грантов для разработчика. Вы можете заполнить заявку, прочесть условия, что необходимо сделать и, соответственно, получить возможность тестировать и участвовать в разработке данного проекта. Ну что, ребят, как вам проект? Слишком ли похож на Аптус? И кто вам больше нравится? Кстати, если вы не смотрели мой абсор на экосистему Аптус, то ссылку вы найдете в описании. Переходите, просматривайте, там тоже будет интересно. Я буду вместе с вами наблюдать за развитием экосистемы SUI и в скором времени сделаю серию видео по новым блокчейнам, их приложениям, экосистеме, а также кошелькам, которые функционируют. До встречи в новых видео, ваша Блондия.